Единственная в мире Тесла, расписанная под хохолому, снова в центре пьяного скандала. Водитель снова задержан по подозрению в пьяном вождении. Летом 21-го года эта Тесла прославилась на всю страну. Илон Маск тогда заявил, что рассматривает возможность строительства завода в России. И тогда нижегородская компания Русском Транс купила Теслу, расписала ее под хохолому и нашла семеновских бабушек, которые стали петь частушки в стиле «милый Илон, приезжай». Видео завирусилось, никакой Маск не приехал, но на Тесле стал гонять замдиректора Русском Транса по пиару Петр Бусалов. Как выяснилось, всю эту громкую пиар-компанию он проводил, разъезжая на Тесле без прав вообще. Он был лишен их в 2020 году за пьянство за рулем. В декабре 21-го года его снова задержали, по словам инспектора, в пьяном виде. Машина Тесла была отогана на штрафстоянку. Петр Бусалов ее забрал, стал ездить. И тут новые задержания. Петр Бусалов живет в городце, и он, и его машина в маленьком провинциальном городке всегда в центре внимания. И вот опять, по мнению инспекторов, он в неадекватном состоянии опьянения. Мы встретили Теслу и ее владельца, когда машину пригнали на штрафстоянку. На сегодняшний день мы наблюдаем то ли рейдерское, то ли заказное событие. Почему? Потому что, будучи абсолютно трезвым, будучи законно вернув себе права, я был задержан сотрудником ГИБДД. По подозрению в состоянии алкогольного опьянения, инспектора дорожного патрульного службы остановили данный автомобиль. Данный гражданин был, скажем так, доставлен в лечебное учреждение города Заволжи, в котором он при проведении необходимых мероприятий медицинских отказался от прохождения медицинского свидетельства. Трубочку показало, что я не пьян, я абсолютно трезв, но сотрудники ДПС все равно меня повезли в больницу для дальнейшего свидетельствования. Но в больнице также по нулям показало то, что я абсолютно трезв. Поскольку я опаздывал на встречу начальника ФСБ города Городца Юрию Игоревичу, я сказал о том, что я не могу больше ждать. И необходимо еще дополнительные анализы, как мне объяснили, но ждать я больше не могу. После чего получилось таким образом, что получился отказ. Сотрудники ГИБДД, с их слов, вы пребывали в крайне неадекватном состоянии. Неадекватность выражалась исключительно в том, что у меня с учетом панической атаки свело пальцы рук. И на фоне этого единственная была стрессовая ситуация. Данный гражданин ранее был задержан за управление в 2020 году в управлении в нетрязвом состоянии по статье 12.8.1. Там по факту был установлен факт. То, что вы находились в состоянии алкогольной опьянии. После, в 2021 году он был повторно задержан за управление в состоянии алкогольного опьянения. 12 декабря 2021 года в ночное время суток Бусалов находился в кафе «Госте», где употреблял спиртосодержащую жидкость. После чего 12 декабря 2021 года, около 3 часов 30 минут, Бусалов находился в состоянии алкогольного опьяния. Действуя умышленно приступил к управлению автомобилем Тесла модель XP100D. Остается глубокий вопрос. Кому это выгодно? Кто является заказчиком? Второй раз имеет место анонимный звонок. Второй раз сотрудники ГИБДД сознательно, в течение полутора часа, меня ожидают в месте, где я делаю ремонтные работы. И потом, сейчас обстоятельно, меня задерживают совершенно безосновательно. Почему сотрудники ГИБДД говорят об каком-то устойчивом запахе алкоголя? Откуда у них такая пара? Вот мы сейчас стоим с вами против ветра. Вот если мы сейчас с вами развернемся, вы от меня будете чувствовать запах алкоголя. Но это будет не алкоголь, это будут духи Шанель. Перепутать очень легко. Особенно, когда в возбужденном состоянии задерживают Тесла Model X и пытаются сделать на этом звездочки. Ну, в общем, сочетание Шанель и Тесла штука очень подозрительная. У Петра Бусалова сейчас в суде идет процесс по его задержанию, по подозрению в пьянстве за рулем в декабре 2021 года. Суд еще решение не вынес, а у него уже новый эпизод.